Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и вы на моём лайв-канале. Если вы на него ещё не подписаны, советую прямо сейчас это сделать, потому что у нас сегодня будет, в общем-то, пранк над самим Эриком Давидовичем Смотра.ру. Я думаю, все о нём знают. Пранковать будет великий Гусейн Газанов. Посмотрим, что из этого получится, как его пранканули. Меньше слов ближе к делу. Поехали! Давай поехали! Чё это? Я его сейчас у***ну. Бери своего друга на... Прерол? Ну на***ь давай её! Я? У меня реально сердце пьётся просто. Серьёзно? Вы ему золотую бэху разбили? Подстав! Всем привет! Меня зовут Гусейн Газанов, и это проект Подстава. Поехали! Один из самых долгожданных выпусков Подставы. Если честно, я этого человека очень давно хотел разыграть, но из-за кое-каких обстоятельств я этого сделать не мог. Чёрный ёбан. Просто у него каждый герой это самый долгожданный. Человек, который любит машины больше, чем любой из вас. Не буду томить. Эрик Давидыч, будет жарко. Ну чё, бандиты? Пацаны, ху*** вынимаетесь, что-то ладно? Вот. Поэтому давайте не будем вы***аться и прослушаем авторитетного Давидыча. Так. Итак, Эрик, какие варианты? Короче, у нас есть Илья, это его друг. Он с нами на коннекциях. То есть он может с ним куда-то поехать, в ресторан куда-то, на бизнес-встречу, или по пути, где-то мы можем его разыграть. Ну надо что-то делать с машинами, как он поведёт себя в определённой ситуации. У него есть очень дорогой Роллс-Ройс. Можно что-то... Не, я думаю, с Роллс-Ройсом что-то делать это будет... Не потяну по финансам. ...самый дорогой выпуск. Я бы что-то сделал с легендой. Он... у него X5, да? У нас есть его друг Илья, да? Через которого мы можем выйти на Эрика. Илья назначит встречу Эрику у какого-нибудь ресторана. Подъезжает Эрик на своей машине. Что дальше? Вот эти встречи. В связи с последними событиями. Бл***, логика. Подъезжает Эрик. Что будем делать дальше? Вывести на эмоции. Вот это, конечно, идея. Вы знаете, бля... Мне нравится. Вывести на эмоции. Вы все помните известного актёра, который всё пьяным за руль? Я бы хотел посмотреть, а что бы сделал Эрик, если бы увидел, как пьяные садятся за руль автомобиля. А давай ещё сделаем что-то необычное. Неплохо. То есть это какие-то, ну, серьёзные люди садятся за руль. Депутаты, да. Чтобы было что-то страх у него. Чуваки с ксивой садятся пьяными за руль. После того, как он прошёл, скажем так, не... Три года. Три года не лучшие года в своей жизни, да? Он видит, как двое пьяных садятся за руль. Остановит Эрик этих пьяных или нет? Ну, интересно, давай, интересно, правда. Эти доставят в дубинку и начинают фигачить их. Ну, по традиции, красные, золотые иксы получают битый по лобобому, поэтому... Давай, как знаешь, концовку можно оставить в битый. Ну что, разнесём? Эрик, не подведи! Поставь! О, такие, Бася, нормальных ребят нашли. Эрик подъезжает на встречу со своим другом в ресторан. Мы выбрали специально такой ресторан, чтобы напротив была парковка. К нему подходите вы, как вас зовут ещё раз? Андрей и... Андрей и Олег. Подходите к нему, фотографируется. От вас будет пахнуть алкоголем. И в этот момент, конечно же, Эрик почувствует запах алкоголя. И попытаются сесть в свою машину. И у нас есть подставной человек, который друг Эрика. Вы их ромом увольете? Или если Эрик не остановит ребят, которые хотят пьяные сесть за руль, то ты остановишь. Ты там крикни, шея, блядь, ребят, вы что там, пьяные за руль хотите сесть? Я уверен, что Эрик не будет сидеть в машине, пойдет за тобой. Он должен, как я считаю, остановить пьяных ребят. Самое важное, забыл сказать, наши актеры, они типа полковники. У них будет ксиво. Вот тут еще интереснее, как поведет себя Эрик. То есть не депутаты, а солдаты, я понял. Если Эрик попытается, вообще не покажет эмоций, то вы берете биту и начинаем херачить машину. Ребят, давайте решим, что разбиваем в машине. А если как бы и машина не помогает, то просто берем их иначим Эрик. И я думаю, только тогда он выйдет на эмоции. Давай, зеркало, лобовое. Только лобовое. Только лобовое. Зеркало, кстати, эффектное. Очень эффектно потом счет такой, знаешь, да? Ну да, дорого. Давайте лобовое сделаем красиво. Бам-бам-бам. Если даже Эрик скажет, бывает такое у нас в пранках, Эрик скажет, это пранк. Не надо слушать его. Вы играете дальше. Да, что, пранк? Если вы дадите слабину или где-то улыбнетесь, то понятно. Эрику! Ну давайте. Не, ну на самом деле мне нравится, то есть много, конечно, гусей нахейтят. Есть за что, не спорю, есть за что. Но вот съемка пранков, да, вот этого вот развода вот реально заморачивается. Вот честно, ну нельзя кривить душой. Вот заморачивается немного, чтобы это сделать как-то интересно. Алло. Тут ему за этот момент вот лайк. Я предлагаю увидеться и обсудить акцию предстоящую. Давай тогда, ты можешь меня забрать у Украины, где вот либо посадка на корабли Редисон, либо на заправке чуть дальше. И это вместе проедем. Интересно. Не хотел бы быть на его миссисе. Лучше у Редисона у кораблей. Со стороны смотрится сюда забавно, когда знаешь. Мы попросили друга Эрика, что когда ты будешь въезжать в сторону ресторана, обязательно нам напиши или набери. Он забыл. Мы, конечно, попутали. Ребята, Эрик уже только что подъехал к ресторану. У него встреча с сельей. И в этот момент мы увидели, где он парканулся. Вышел из машины и пошел в сторону ресторана. Мы поставили нашу машину напротив. Ребята, они выходят. Включите все GoPro. Шоу начинается. А, типа они хотели снимать в другом месте. Да. Сейчас я рюкзак назад закину. Твоя леба. А вы тут стояли, не видели? Нет. Так. Так руку положил, Лядина. О, спасибо. Эрик, спасибо. Давай, счастливо. Что ты, как ты? Не рождение. Дочки. Ножки обмывают. Разговор такой, блян, типа. Эрик, открой, пожалуйста. Что ты, что ты, как ты? А в этом прикол, типа, они должны сначала быть как подписчики его, типа, или что? А, чтобы контакт какой-то мы ставим. Ну ладно, смотри. Ну, спасибо, блян. Ну, спасибо, блян. Давай, удачи. Наши ребята подошли к нему, сфотографировались и пошли в сторону своей машины. И мы все замерли. Ну такие. Стоят, а то у машины, блядь, по центру поля. Такие, типа, блядь. А вот, смотри, в рубахе. Блядь, куда они пошли? Типа, делай пешёвое, пьяное в Зюзю. Ниху, да, он полезный. А они оба были? Победите, сега, шли. Была вероятность того, что Эрик может не почувствовать запах алкоголя. Не, ну а внешний вид? Но не тут-то было. Х5-я золотая стоит, и нет, о, Эрик идет. Эрик идет, о, Эрик идет. О, нет, ну красавчик, уже красавчик, решил отреагировать. О, передумал. Знаете, у меня в голове играла песня из бригады. Идет Эрик, где-то там рядом его друг, в сторону машины, и я понимаю, что сейчас-то начнется. Брат, поехали. Нормально все. А вы что, какой здесь? Не, не, я не с вами, братан. Давай, давай. Не, 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 не. Что, братан, давай. Да не, напитаю. Что, праздник такое? Похрен, блядь. Мы нажались, мы разберемся, блядь. Давай я вас отвезу куда-то. Не, 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 все, 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 давай. Нам сейчас везем. Блядь, ну слушайте, ну смотрите, если реально это вот, он же ж не знает о съемке. Вот насколько поступок, говорит, что типа чуваки. Он не видит, что вы в говнину пьяный. Говорит, давайте я вас отвезу. Ну, достойно. Да, 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 все, не хочешь с нами тогда, мы, мы сами разрулим все. А как это? Олег. Не надо, не надо. Олег. Выдачи. Мы нажрались, мы сами разрулим, все, давай. Братан, как ты разрулишь, времена, видишь, какие-то? Доги, он разрулил, блядь, красотой. Эрик отчитывает мужика, который пьяный, сел за руль. Так, то, что он пошел их останавливать, окей. Ну, четко, окей. Красавчик. Но, а если один из них покажет ксиву госорганов, определенных, что ты тогда сделаешь? Ксива, в чем проблема-то? Куда вы собрались? Мы куда вы, ну, пьяный? Мы доедем, мы нажали, мы доехали, доехали уже один. В журнутке микрофона. Смотрите же новости. Да похрен, е-мое. Он не мы, мы не он. Мы доедем, все нормально. Мы разрулим, мы нажали, это наши проблемы, все. Да нет, ну, красиво, все-таки дело же не верно. Не в том, что остановят, а чтобы беды не случилось. Да, вот передаем еще и давайте в машину. У актеров была задача вывести Эрика максимально на эмоции, но, когда у них это не получалось, у них была бита, они могли взять ее и пройти 10 метров и разбить лобовое стекло. Но на самом деле то, что случилось потом, мы сами не ожидали. Окей, я с вами, я с вами, я с вами, стоп. Я с вами, сейчас машину, сейчас машину закрой и подойду. Стой, вот я сейчас. Блядь, говоришь, завод, серьезно? Тормози, вы куда? Вот интересно, вот общите в комментариях, как вы думаете, он реально заподозрил, что его проверяют, что какая-то съемка ведется, и вот нужно как бы быть красавцем в кадре, либо все-таки просто вот человек вот реально захотел поступить правильно, по совести, вот интересно почитать ваше мнение. Зан, Андреевич, тормози, 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 тормози. Я что говорю о твоей мякде? Тормози, тормози. Че ты весишь, бля? Тормози, тормози. Это человек как человек, иди отсюда. Че за хрень? Слышь? Ты че поставил машину сюда? Такой зависти вышло, да, коллега. Короче, хриплый, бля. Че ты возьми на каракузе? Че за хрень, бля? Ну че, нормально вести себя. Э, я не понял, че там, вот отням, бля? Нормально поедем, че ты, бля? Че я тут барагози-то? Объясни, что жилим человек у нас, значит. Че ты линейка? Бля, ты, тронтаж. Ой, ты с уважением. Ой, ты с уважением. Слышь? Ну не порти настроение. Ну поедем че, че ты, бля, лечет? Как девочка, бля, какая-то. Вам че, бля, пацаны, бля? Заняться не к нам, бля. Вы че, глядь, что ли, неприятность? Я к тебе хорошо отношусь, давай, не шусь. Все, 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 уебываем, бля. Пацаны, бери своего друга, блядь. Бери своего друга, нахуй, уебывай. Ну и как ее нахрен оттолкать? Убери ее, блядь. И вот тут был идеальный момент для того, чтобы актеры разбили ему стекло. Лысый должен клепать по стеклу. Че замутать, бля? Слышь? Я тебе сейчас это... Все мы понимали, что машина, на которой будет эрик, это легендарный. Было очень интересно посмотреть, когда будут биты бить его машину. Тут даже легендарный, легендарный. Бля, вы че? Ну нахуй давай ее. Ничего. Ничего. Вообще до сраки эрику. Стекло там это вообще копейки для меня. Охуеть, блин. Вы ее убери. Слышь? Чем, давай еще. Либо он понимает, что все-таки они с ксивой, типа, и думает, знаешь, типа, сейчас пойду против них. Хрен его пойми, какие там эти мажорики. Опять посадят, хрен пойми, за шо. Сарик, че давай? Че тебе дать? Да, Ведуш, убирай машину, блядь. Я не буду убирать. Убери, свинься на карте. Че за хрень, блядь? Я не буду ничего убирать. Какой день испортил, блядь, ну? Блядь. Да, Ведуш, прекращай. Сейчас улыбно склепает, да? А Эрик подобрал ее, и тут я понял, все. Останавливаем. Разыграй! Вы только посмотрите на его реакцию. Мне кажется, он хотел уже расклепать чешую машину. Эрик! 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 Мы че машину разбили, блядь, мы же так не договаривались. Слышь, два быка, блядь, сбиты, ёпта, я уж думал, тут камера. Мы все спорили, пойдешь ты на них, не пойдешь на них. Ребят, Элёк. Красавчик. Спасибо. Не, ну красиво поступило, вот реально спокойно, красиво. Он как-то бросил битву, я такой думал, блядь, надо битву. А, Ведер, мы тебя оттаскиваем сразу. Еще пять минут, я бы их отплёк до другого. Я охуел. Ну, то есть, четко. Больше так не делайте. Сначала меня смутило, что просто два чувака стоят, блядь, по центру. Потом подошел, он такой, типа, Давидович, блядь, думаю, ну такой, прошел еще такой, он такой фотку, типа. Я говорю, окей, сделали фотку, он такой, праздник, дочь, я такой не понял, там, вчера, сегодня. Я сел, только завел машину, я уже пристегиваюсь, ну и мы с Илюхой обсуждаем, я говорю, алкаши какие-то вообще. И я смотрю, в этот момент я смотрю, он прям, потому что они прям, они вот так пошли, и я прям вижу, он залезает в машину. Я уверен был, что они туда-назад куда-нибудь, мы не будем в этом состоянии. А я прям вижу, он за руль, там, прежде, ну, а мое отношение такое, у меня столько проблем из-за этого было, ну, реально. Когда-то RX-5 не двигается, я думаю, ну, бля, ну ты не можешь сидеть. У меня, знаешь, что меня смутило, я еще в машине стою, у меня смутило, когда вот там они стоят, а потом машину подходит. Да, они такие, я говорю, о, бля, золотой, я в просте еще такой подумал, как можно было не увидеть, а потом думал, да они в говно. Эйрик, а ты понял, что я в тебе? Да. Да, да, благодаря этому. Я, знаешь, что, я, в принципе, не понял, потому что, бля, потому что быстро все. Не раскусил нас, нет? Я не раскусил, я не понял. Они стреляют. Или четко. Но когда он начал бить, я думаю, ну, кроет. А я таксилу видел. А я таксилу видел. Я вот там стоял, у меня кроет машину, говорит, я ему говорю, ты типа, что это? Он мне такой, я говорю, как решать будет, ты вот так? На таких машинах, если будет ездить, то только там, ну, ФСБ. Я понял, что вот этого нужно прям бить в голову сразу. Ну, реально, я поэтому забит и полез, но не для того, чтобы бить в голову, а для того, чтобы их, ну, развлечь. И в тоже машину разбить, да? То, если ей разбить сейчас все стекла, ну, это пиздец не сотрудник. Вот с тобой тяжело. С тобой мы как-то еще друг друга. А я понимаю, что ты, короче, там будешь решать вопрос. Бля, там как бы тяжело. На два фронта, на два фронта. Я думаю, надо с этим разобраться быстрее, чтобы этот не пришел на подмогу. Потому что дворих я не затащу. Я прикидываю, такое, так, блядь, крыло, дверь, блядь. С той стороны думаю, блядь, он же сходу не поедет туда через домашек. Я думаю, ну, ладно, хуйня, две двери, стой. Я, блядь, по счету виду. Калькуляр. Я просящу, за счету думал. Так, Давидыч, стоять, спокойно, спокойно, блядь. Тут камера, дохуя, спокойно, сейчас сделано, делает, блядь. Так вот думаю, блядь, достать что-нибудь из машины. Блядь, машине ничего нету, блядь. Я еще понимаю, что за мной наблюдает большое количество людей. Помимо того, что я так сам думаю, да, вот пьяных нельзя отпускать. Представляешь, они реально уезжают, въебывают людей, трупы собирают на дороге. А потом показывают Давидыча, да? Исследователи видят. Они остановились у Давидыча, поговорили. Скорее всего, Давидыч понял при этих промилях, что они бухие. И отпустил. Кто ты, блядь, после этого, а? У меня реально сердце шьешь, просто пособие себе. Уже по традиции разбивать их спятые золотые, знаете? Мол, мои, блядь, вы заебали. Спасибо тебе большое, что когда я тебе сказал, что я поеду, сейчас заберу роллс. Это было бы дорого для нас, ты же понимаешь? Давайте, знаете как, можно? А я вам машину раскрепаю. Ты же как делаешь? Зуб за зуб, глаз за глаз. Ими, ничего не думал. Нахрид на твои балки. После этого пранка, знаете, как-то тепло на душе. Красавчик, что? Эрик думает, нахрид не ваши бабки за ваши стекла, так я вам тоже разобью. Это проект «Подстава». Нет, ну слушайте, красиво получилось, реально красиво. То есть, ну, хорошо отыграл. Даже, наверное, мне кажется, все-таки это была не роль. Мне кажется, что реально просто он все время думает, что его могут где-то снимать. Хотя, ребята, с радостью почитаю именно ваши комменты. Как вы думаете, Эрик реально знал, что это какой-то пранк? Или бы все-таки не знал? Мне кажется, что не знал. Потому что если бы знал, думаю, он тоже бы там быковал бы на них. А он стал максимально как бы спокойным. Но реально не давал им возможности уехать. За это ему респект. С вами был Андрей Чен. Подписывайтесь на этот лайв-канал. Всем пока.